7 популярных ошибок на youtube которые приводят к отсутствию результата для тех кто продвигает бизнес с помощью видео первое непонимание какая цель youtube канала и стратегия у канала может быть три цели основные например подписка на канал второе это попадание роликов топ чтобы собирать с поиска бесплатные просмотры и третье это переходы на сайт и конвертация в клиентов у каждой из этих целей есть свои инструменты для применения если нам нужны подписчики мы в первую очередь задумаемся чтобы на канале был контент серийный полезный и которому человеку интересно вернуться например какой-нибудь love life влог или полезные советы а также и сделаем короткий трейлер канала который будет продавать именно подписку на канал объясняет что человек и зритель получит третье это мы будем использовать преимущественно в рекламе google ads discovery формат то есть контекстная реклама внутри google ads то есть реклама на youtube у нее стоимость подписчика обычно дешевле чем в рекламе при ролл и инстрим если же нам нужно выходить в топ поисковых систем нам нужно больше упор делать на при ролл и инстрим рекламу потому что как правило на не выше удержание на роликах а где выше удержание это высший фактор ранжирования в youtube и больше шансов попадания в топ если ваш youtube канал скажем отвечает на какие-то боли и запросы клиентов которые вводят например в ю тубе он пришел на ролик ваш узнал ответ на эту боль и все ему уже нет смысла смотреть остальной контент ему нет смысла подписываться и здесь нужно сразу же в этих роликах конвертировать его и предлагать решение этой боли кроме тех полезных советов которые вы дали в ролике а если нам нужны переходы на сайт зачем нам вообще подписчики здесь уже нужно задуматься над тем чтобы в ю тубе создать упаковку вашей компании как вы это делаете на сайте только виде ролика каждый ролик он например упаковывает какой-то ваш продукт или отвечает или закрывает какие-то возражения и рекламные ролики мы показываем в различного вида рекламы для того чтобы сразу же их конвертировать единственное что здесь может быть продавать не в холодную в лоб а вести на ваш сайт но только закрывать на какой-то лид магнит то что это может быть какой-то полезный файл ваши какие-то рекомендации консультация каталог все что угодно но это тема для отдельного ролика и самый главный вывод что на ю тубе не всегда главное это подписчики лайки если даже у нас нет подписчиков на канале мы все равно можем собирать органический трафик конвертировать его в переходы на сайт или сделать видео упаковку и воронку получать клиентов и если у вас например узкая ниша и у вас немного подписчиков все равно в b2b сфере согревание помогает получать вам новые заказы следующая ошибка не продвигать видеоролики на нулевом канале если у вас по 50 100 максимум 300 просмотров это ваших знакомых и при этом вы уже вкладывайтесь в продакшен и у вас там может быть десяток роликов это самая популярная ошибка которую мы видим например при аудите канала ролики в начале когда канал еще не развит обязательно нужно продвигать что это значит это значит нужны просмотры лайки комментарии оптимизации стих от этих роликов чтобы они попадали в топ для этого есть различные инструменты есть реклама google ads по рекламу в ю тубе вы можете сделать коллаборации с блогерами вы можете публиковаться в тематических пабликах в социальных сетях или даже оставлять информацию ваших роликов в телеграм-каналах вашей ниши ошибка номер три не продумывают заранее контент и воронку продаж огромное количество роликов причем видно что на продакшен потратили много денег и непонятно их цель видеоролик не ведет на какой-то определенный запрос по которым мы можем выйти в топ ю туба он рассказывает о какой-то услуге или продукте но почему-то не ведет на эту услугу и продукт и потрачено уже много денег куча разнообразного контента а зачем поэтому нам нужно заранее понять какие ролики нам нужны рекламные развлекательные полезные для какой цели и выстроить воронку что мы сначала будем показывать скажем вот эти три видеоролика полезных потом мы покажем несколько наших кейсов а потом мы покажем рекламный ролик который уже будет переводить на сайт и мы можем сделать автоматические воронки ю тубе где мы можем показывать одному и тому же пользователю последовательно в рекламе настроить чтобы был сначала ролик полезный кейс продажа но для этого нужно заранее то продумать если хотите увидеть примеры видео воронок то подписывайтесь на бесплатный мини-курс по видеомаркетингу ссылка под видео следующая ошибка не используем видеоролики в продажах имеется ввиду что при общении с потенциальными клиентами например к вам пришла заявка из контекстной рекламы там с фейсбука и общаясь с ними вы не применяете те ролики которые создали например мы всем рекомендуем сами сейчас начинаем использовать что если мы определили примерную боль и потребность человека который к нам обратился мы обязательно скинем ему несколько видеороликов связанные с ответом на его запрос то есть таких тематических под то что ему необходимо он их посмотрит он увидит что у нас есть youtube канал он подпишется начнет наблюдать за нашими роликами и быстрее согреется до момента принятия решения работать с нами или даже если какая-то холодная заявка и у вас не получилось найти контакт или человек уже взял услугу у ваших конкурентов вы все равно можете предложить подписаться на ваш youtube канал посмотреть дать какой-нибудь самый ходовой ролик и этот человек может быть уже и по какой-то причине начал работать с конкурентами но он будет помнить в чем там ваши основные преимущества он начнет следить за вашим влогом и ну как минимум он сможет дальше вас порекомендовать а может быть и вернуться к вам если у вас уже отдел продаж то это обязательно нужно обернуть в инструкции чтобы четко понимали менеджеры когда какие видеоролики плейлисты и предлагать подписку на канал они должны и нет призывов в видеороликах это банальная но повальная проблема когда мы видим какой-то рекламный ролик он рассказывает об услуге и в конце нет четкого понимания что человек должен сделать чтобы это было обозначено титром или это об этом сказал диктор что нужно нажать сюда перейти и что-то сделать для того чтобы воспользоваться данной услугой например а если у вас ролики контентные полезные они тоже никуда не конвертируют ну мало просто рассказать о чем-то полезном пусть человек подпишется на канал пусть он перейдет и посмотрит другой ролик по теме или плейлист а может быть внутри ролика раз эта тема чем-то связано вы заодно можете что-то предложить как например есть такие вставки интеграции рекламные у блогеров вы сделаете такую же рекламную интеграцию во внутри вашего ролика прямо в середине секунд на 15 расскажите что есть такой-то продукт переходите если хотите узнать подробнее для видеороликов и видеомаркетинга есть не только youtube про это не надо забывать если вы создаете видеоролики или воронку продаж вы можете ее также построить в других системах например в том же фейсбуке инстаграме это одна система видоизменения будет будут минимальные например вы можете сделать трех шаговку внутри фейсбука начали показать контентный ролик полезный собирать ту аудиторию которая посмотрела 10 секунд первых от этого видео значит она потенциально заинтересована потому что зрители в фейсбуке очень быстро мотают ленту если они реально остановились на 10 секунд на каком-то посте и начали смотреть видео значит они потенциально заинтересованы в этой теме дальше этим уже зрителям мы начинаем показывать например какой-то ваш кейс отзыв или какое-то решение то что вы делали сами по его проблеме или запросу и третье уже вы уже показываете рекламный ролик и конвертируете на переход на сайт задумайтесь что видео одно и то же которое вы создаете вы можете использовать совершенно на разных площадках и каждую из них обязательно протестировать про аналитику говорят все но нужно ее еще анализировать и понимать какие действия нужно совершать чтобы улучшить результаты мы недавно пришли к этому пониманию потому что составляется отчет отчета всегда много и эти циферки они пишутся для чего для того чтобы понять ситуацию и сделать четкий чек-лист а что мы еще можем попробовать сделать или например какие рекламные кампании мы лучше оставим то есть нужны какие-то действия тогда аналитика и в аналитике будет смысл а для аналитики вы можете использовать несколько инструментов во-первых проставьте это метки в каждом видеоролике в яндекс метрики которая прикреплена к сайту на которую вы ведете трафик из youtube а настройте цели то есть чтобы мы могли понимать сколько было заявок и мы можем посмотреть поютаем меткам что с конкретного ролика например с описания перешло на сайт столько-то человек и столько-то оставили заявки конверсия таким образом мы можем определить что эффективнее работает и например вкладывать в это больший бюджет и также не забывайте что аналитика также есть и на ю тубе и на ю тубе ценнее всего смотреть сколько у нас стоимость например подписчика перехода на сайт чтобы сравнивать ролики между собой а также смотреть удержание на роликах то есть на протяжении всего ролика где люди смотрят внимательнее а где они начинают перематывать или где они начинают уходить с видеоролика где у нас какие-то просадки по темпо-ритму скажем чтобы в следующий раз ролик создать более эффективный не допускайте ошибок и пусть ваш бизнес процветает а если вы хотите получить 15 инструментов видеомаркетинга также возможности аналитики и более 10 разных кейсов продвижения бизнеса в youtube подпишитесь на бесплатный мини курс по видеомаркетингу для этого перейдите по ссылке под видео и выберите способ подписки вам письма могут приходить на mail на фейсбук мессенджер или на вконтакте как вам будет удобней пишите